Завоевание к пониманию. Я приглашаю Наталью Галкину, генерального директора Нейротренд. Всем здравствуйте, меня зовут Наталья Галкина. Я буду говорить с одной стороны о новом течении в России, а с другой стороны о том, о чем уже многие слышали, много раз перемалывалось в последние годы. Возникло в России много пены на эту тему и постараюсь нести некую ясность, потому что, во-первых, мы являемся единственной компанией, которая входит в мировую международную ассоциацию нейромаркетинга. Во-вторых, по первому образованию я нейрофизиолог, а по второму финансист. Поэтому эта тема для меня не просто чужая, она мне близкая и понятная. И с момента возникновения слова нейромаркетинг в 2000 году я наблюдала за этим процессом, что происходило в Америке, как это развивалось, что происходило в Европе, кто этим занимался. На сегодняшний день у меня, например, есть перечень всех приборов, которым можно работать в нейромаркетинге, например, айтрекинговых, и где они находятся на территории России, у каких агентств, какие у этих приборов разрешения, что с помощью этих приборов можно делать, а что делать нельзя. Поэтому я на самом деле сосредоточусь именно на этом, потому что, ну такие некие мои вступления, они были связаны, опять-таки я понимала, какой здесь формат, и мне хотелось привязаться все равно к определенным исследованиям в этой области. Но вот то, что я даже слышала из-за того, что произошло такое смещение по времени, я понимаю, что все эти вопросы затрагивались, вы можете опять-таки мою презентацию посмотреть, более того, я ее старалась оставлять следующим образом. Если я на что-то ссылалась, на какие-то исследования, я обязательно давала ссылку на полное исследование. Можно посмотреть, откуда это взято и почему. Поэтому мы, собственно, не будем на этом останавливаться. Значит, сегодня звучало, быстро повторю, барьеры к пользованию финансовыми услугами. Высокая сложность финансовых продуктов, отсутствие унифицированного представления их характеристика условий пользования, и надежность поставщика как организации. При этом я хочу вот тоже еще несколько слов сказать о том, что я в свое время работала в Центральном банке, и на самом деле вопрос лояльности и вообще образа банка, неважно банка коммерческого, микрофинансовой организации, Центрального банка, это действительно очень сложный вопрос. Мы все прекрасно понимаем, что любой банк, мы уже не говорим там о функциях, живет на том, что он должен дешево привлечь и дорого разместить. Это расставщичество. Это сидит внутри столетиями. Поэтому создание образа, создание лояльности, это действительно крайне сложный вопрос. Потому что мы психологически изначально глубоко внутри плохо относимся к расставщичеству. А банковская деятельность, это прежде всего расставщичество. Что я хотела сказать. И сегодня это тоже затрагивалось. Но на самом деле это преподают, это преподают в МБА, это преподают в западных музыках, это преподают в Америке. На самом деле есть только четыре глобальные бизнес-модели, которые связаны именно с привлечением, с привлечением клиентов. И если мы подумаем, что любые услуги, любые маркетинговые стратегии, которые мы придумываем, мы можем положить в одну из них. Первое называется «Самая выгодная цена и очень легко получить». Второе – индивидуальный сервис, когда у нас уже не может быть цена этой услуги дешевая. Потому что мы должны работать индивидуально с каждым клиентом. А значит, у нас должен быть определенный антураж, у нас должно быть определенное количество сотрудников, которые будут индивидуально работать с каждым клиентом. Инновационные продукты – это нацелено на тех людей, которым все время нужно что-то новенькое. И, соответственно, исследование и развитие. Люди, которым нужно обоснование, получить обоснование. Вот дальше, в Америке это очень просто. Я только что прилетела с конгресса мирового нейромаркетинга, и мы с американцами как раз долго обсуждали. Например, банк Америка находится в сегменте «Кост-центр». Ну вот очевидно. То есть легко, просто, как бы, около каждой кассы стоит банкомат, и всегда дешево. И, на самом деле, они не прыгают из сегмента в сегмент. И сегодня об этом тоже говорилось. Мы все стараемся вот так по-русски загрести, значит, большим гребнем. И поэтому, на самом деле, дальше занимаемся внутренним каннибализмом. Поедаем друг другу, мешаем друг другу. И оказываем, на самом деле, низкокачественные, очень часто, услуги. То есть такие, в общем, очевидные совершенно вещи. А следующий, следующий тезис мой. Следующий тезис в том, что, на самом деле, вот опять-таки, когда мы говорим, вот сейчас уже пошли, вот прямо, на самом деле, я вот смотрю на вас. То есть пошли именно в повторную продажу и в то, что конечный потребитель должен получить удовольствие от пользования услугой. При этом все критерии и стандарты в банках, и неважно где в банках, в розничной торговле, там, на всех рынках, заканчиваются в тот момент, когда совершена продажа. У нас, наших продавцов, примируют в тот момент, когда они продали. Любой ценой задача, задача продать любой ценой. И мы, на самом деле, очень часто встречаем сейчас среди наших клиентов, когда они говорят, да, у меня совершенно потрясающий продажник, ну просто чудовищный, уволила бы сразу самые высокие показатели. Но так агрессивно, как он себя ведет с клиентами, ну, это за пределами добра и зла. Понятно, что это, вот знаете, это пока нету такой плотности в категории. Как только плотность достигнет определенного этапа, это пройдет. Это абсолютно болезненно. Еще раз, аргументы можно посмотреть. Я дальше их всех разверну. Значит, рейтинги банковские, все знают, нужно обратиться, низкую лояльность демонстрируют. Мы, это, кстати, наша российская ментальность, у нас работает сарафанное радио. Сарафанное радио как на положительную исследованию, на положительный экспирит, так и на отрицательный. Мы за компанию ударимся, ну, зря же, собственно, и за компанию что угодно будем делать. Кино пойдем, кредиты будем брать, опять-таки, не знаю, там что, гарантии давать друзьям. И дальше информация предоставляется так, что трудно сделать информированный выбор. Это действительно, об этом тоже сегодня говорили. Я здесь даю, я дала немножечко по лоенности российским банкам, но вы можете посмотреть, и все это смотрят. Банкинги.ру. Есть народный рейтинг, есть более серьезные исследования. Но основной зоной, ради чего я, собственно, это сюда разместила, это то, что эксперты прогнозируют удовлетворенность российским банкам будет снижаться. Мы в этой реальности. Ничего другое сегодня нам дано не будет. Ну, понятно, это просто красивая картинка по поводу сарафанного радио. И исследование конфор, я даю тоже на него ссылку здесь. На самом деле оно очень интересное, потому что оно было нацелено на то, именно на информационную асимметрию. Вот просто, если кто интересуется, к нему можно обратиться, его можно найти, посмотреть целиком. И как раз я показываю, что о максимальной процентной ставке не понимают 22%, о штрафных санкциях по кредиту не понимают 22%. Ну, то есть, такие, знаете, самые узловые, значимые вещи для, собственно, банка. Таким образом, необходимо понять, что хочет потребитель и выявить его подлинное желание. Теперь несколько слов о том, что вообще, в принципе, будет с маркетингом. Что, в принципе, будет происходить с маркетингом, как с отраслью, маркетинговые исследования. Вот если мы с вами разберем, что есть в маркетинге исследования всеми крупными мазками, ну, потому что, ну, как бы можно разворачивать глубоко вниз, значит, есть индустриальное измерение, есть новые идеи, и есть тестирование идей продуктов и рекламы. На самом деле, опять-таки, если вы когда-нибудь над этим подумаете, вы увидите, что все, что происходит в маркетинге исследования, уложится в эти три категории. Таким образом, что будет, наш прогноз, что будет происходить и почему? Ну, во-первых, почему? Не так давно могу назвать, вот уважаемая компания Ипсос провела внутреннее исследование. И на самом деле, вот цифра, которая здесь дана, она абсолютно инсайдерская. Из десяти прогнозов выбора потребительского только девять прогнозов являются полностью неверными. Это просто факт. То есть, понимаете, да, любое крупное международное, Нейсенли это, Ипсос, прогнозируют выбор потребительского выбора. Вот из их собственных, это их собственные внутренние данные. Они говорят, мы прогнозируем, из десяти девять неверные. На самом деле, к чему это сейчас приводит, и почему, собственно, я здесь, и, наверное, почему мы все здесь находимся? Мы все понимаем, что маркетинг, вообще, отрасль маркетингового ресурса претерпит серьезные изменения. Значит, какие будут эти изменения? Каков, собственно, на сегодняшний день наш прогноз и прогноз там, ну, мировой и европейский? Понятно, что индустриальные измерения остаются. Ну, то есть, куда нам без них? И будем все равно в количественнике считать, куда деваться. И, соответственно, будут. Но, произойдет некое такое смещение. Все больше и больше это будет уходить в мобильные приложения и в потребительские сканеры, то есть, в панели потребительские. Причем, на самом деле, вы все прекрасно понимаете, сегодня есть только два вида панелей. Это панели, которые сканеры с использованием оборудования, когда мы действительно понимаем, что потребляет данное домохозяйство, каков ее состав и все остальное. И панели опросные. Второе. Как будут тестироваться новые идеи? Вот социология, в принципе, останется во многом в тестировании новых идей, то есть, которые еще нет. Нет визуализации, нет образов. Есть идеи, которые надо оттестировать. Вот здесь останется качественная социология. Это единственное место, где, собственно, по нашему прогнозу, в 2020 году останется качественная социология. При этом исследования количественные будут все больше и больше уходить в социальные сети, бигдейта, интернет, потому что это просто, дешево, и плюс мы видим профиль тех людей, которые отвечают на эти вопросы. И, соответственно, пассивное наблюдение и измерение, вот, ну, точно, тоже сегодня много уже здесь говорили. Значит, каким образом будет происходить тестирование идей, продуктов и рекламы? Вот здесь вот любое тестирование, и этот процесс уже пошел, не будет обходиться без нейромаркетинга и поведенческой экономики. То есть, ну, всем известно, там, Нобелевская премия 2002 года и возникновение науки поведенческой экономики, поэтому об этом не говорю. Опять-таки, кому интересно, у нас, ну, то есть я читаю в университете, в Московском государственном университете на экономическом факультете курс нейромаркетинга, нейромаркетинга. Я, если что-то интересно, там, могу дать какие-то презентации, порекомендовать, что почитать. А почему нейромаркетинг? Потому что, опять-таки, никто ничего другого не придумал. Есть пять ключей доступа к потребителю. Это, соответственно, эмоции, это зеркальные нейроны, соматические маркеры, органы чувств и воздействие на подсознание. Опять-таки, у меня здесь есть ссылки, откуда и почему это берется. Остается один единственный вопрос. Как бы, если мы работаем, там, через эмоции, если мы работаем через органы чувств, через соматические маркеры, как это померить? Нам нужно это померить. Если мы людей спрашиваем, то ответы субъективны. И вообще действует психологическая модель. Думаю одно, говорю другое, делаю третье. Таким образом, возникли нейрометоды. Что, чем и как? Понятно, что. Значит, почему, в принципе, появились нейрос науки в маркетинге? Потому что это возможность померить. Мы все знаем огромное количество пословий. Смотрел, не открывая глаз. Счастливо, там, сердце замерло от страха. Там, наблюдал за боевых дыхания. То есть у нас есть физиологические реакции, которые совершенно, которыми люди не могут управлять осознанно. Ну, то есть для этого требуются отдельные усилия. Значит, нейромаркетинг в своей основе меряет физиологические реакции человека. Но для того, чтобы это стало маркетингом, эти реакции нужно интерпретировать в понятные для маркетологов, для брендов, для производителей понятия. То есть которые могут быть измеримы и которые смогут сравнить один там визуальный ряд с другим, одну рекламу с другой, одну концепцию с другой. Поэтому регистрируем мы конкретные физиологические реакции. Это движение глаз, это биоэлектрическая активность мозга, это бескомплекс вегетативных реакций, как то дыхание, частота сердечных сокращений, кожанодриваническая реакция и, естественно, микромимоку и невербальные проявления. Для этого есть целый набор на сегодняшний день приборов, которыми это можно делать в комфортном для респондента режиме. То есть айтрекеры бесконтактные или очки, если мы работаем с полками в магазинах. То есть на человека ничего не надели. А электронисфолография, электронисфолографы, от них не идут никакие провода, они легче, чем кепка. Респонденты забывают о них через несколько, ну, две-три минуты, пока все это калибруется. Ну, полиграф уже детектор. Куда от него деваться, потому что основной показатель эмоциональной вовлеченности – это кожанодриваническая реакция, которую люди не могут никак управлять. Беспроводной, значит, контактный. Но, когда мы работаем с игруми, например, с компьютерными, то этот прибор может надеваться на ногу. Потому что нам нужны во время тестирования компьютерных игр свободные руки, во время исследования юзабилити-сайтов свободные руки. Он ставится на ногу, потому что у нас точно так же есть там сосуды, у нас точно так же там регистрируется, там, кожно-гальваническая реакция и те параметры, которые для нас необходимы. И для того, чтобы анализировать мимику – это камера высокого разрешения. Значит, наверное, так как здесь серьезно продвинутая аудитория, все знают огромное количество, сегодня уже есть заявлений о том, что существуют фейс-ридинги, фейс-кодинги, которые распознают мимические движения. Вот абсолютно профессионально заявляю, разработка в этом направлении идет. Распознать лицо можно. Отличить ухмыку от улыбки не одна автоматизированная система на сегодняшний день не умеет и не может. Конечно, пройдет очень небольшое количество времени, и это будет решено. Но пока этого нет. Поэтому, когда мы говорим, почему мы ставим камеры высокого разрешения, потому что вот этой интерпретацией дальше занимаются эксперты. А почему мы пишем? Для того, чтобы подтвердить, потому что когда мы говорим, что вот здесь была вот такая эмоция, мы должны выпросить имидж тех респондентов, которые в этот момент, собственно смотрели на этот видеоряд, но в зависимости того, что мы тестируем. Что тестировать, что-то не важно. Какие показатели? На самом деле на сегодняшний день уже в мире существует white paper и существует некий стандарт того, какие показатели используются в маркетинге. А это внимание, это интерес, как такой уже осознанный интерес, это запоминание и это эмоция. Вот мы так делаем обычно таблицу, из которой я хочу показать, которую я обычно показываю, собственно, вклад каких измерений в какой параметр вносится. И вот здесь вот есть традиционные методы. Но не оттуда на сегодняшний день приборов, которые читают мысли. Если бы хотелось, к сожалению, ну а может так счастье на самом деле, потому что на самом деле вот эта надслойка, которая наша, социально-культурная и психологическая, она действительно очень важна. И поэтому мы обрадаем, то есть вот нейромаркетинг это на самом деле такой синтетический метод, который втянет в себя все инструменты качественной социологии и добавит к этому объективные, количественные измерения. Потому что то на самом деле количество замеров, которые происходят на малой группе, нашей фокус-группе, для каждого параметра статистически достоверно. И это очень важный момент, потому что опять-таки та же биологическая гауссовская выборка, она 30 респондентов. Это не так много. Нам не надо мерить очень много. А в группе, ну на самом деле, а достаточно, и для этого есть опять-таки статьи научные, достаточно считается 20 респондентов. Я вот здесь вот тоже показала, и опять-таки я не буду сильно на этом сейчас останавливаться, но много сегодня говорили о текущих и потенциальных клиентах. Вот мы на самом деле это можем померить, не спрашивая. Текущие лояльные клиенты в стандартной ситуации имеют более высокие показатели и эмоциональной вовлеченности, и внимания, когда им делают какие-либо предложения. Это измеримая.